холодильника там нет вот это вот один момент неудобный и печки нет так ну чё мои хорошие это день следующий мы проснулись хотела показать вам как наша палатка со стороны выглядела вот как тащит меня в эту красивую штуку это не для меня я как бабочка огня ты чё спать кисть не спит всем привет всем привет мы в аэропорту взяла свою камеру поменял объектив сейчас короче мы зайдем зарегистрируемся я вам все расскажу как что и где пойдем день помогаешь помогаешь или ты просто хочешь залезть сюда и ехать вот так вот динька не хочет ногами держись крепко держись держись ручкой держись одной рукой тяжело я растерялась не знаю что взять овсяная каша с изюмом крем-брюле или манная каша с жареным бананом и ореховой гранулой блин я даже не знаю я и то и то люблю может манку взять а изюм я люблю а я растерялась день чё взять маме чё маме взять день печеньки красная цена не хочу а ты чё будешь вообще уже видели печеньки и все давай кашку покушаем ну что мои хорошие мы в аэропорту летим в калугу с калуги мы уже там на такси и доедем до нашего места привет привет пацан в шоке он на самом деле очень рад что мы едем за всем наблюдает следит что хотела сказать так последние события которые я сделала это я покрасилась то есть я не покрасилась а точнее хотела покраситься блонд а получился вот такой красивый изумрудный цвет хотела быть просто блондинка а теперь буду наслаждаться своим зеленым цветом мне вроде бы нравится вроде бы нравится а корни кстати то желтые то не желтые зависит все от света так что еще как видите поменяла себе реснички я сделала туда вкрапления голубого потому что зеленый был слишком зеленый и он сюда не шел поэтому голубой сюда идеально сделала полторашечку себе в общем не очень густые еще я сделала ногти до обычные ногти делаю сама но я сделала маникюр педикюр потому что мне лень было все это делать дома самой и я пошла в свой салон я говорю мне нет времени а у них сейчас есть такая услуга вот в ростове рука лицо в самом центре ростова есть такой салон где они тебе делают одновременно ресницы маникюр и педикюр я думала что это будет неудобно если честно но мне очень понравилось мне кажется я теперь к ним зачастую потому что это реально очень удобно во первых френч я сама себе не делаю на ножках такой же прекрасной и ресницы все это там в два с половиной часа девчонки уложились я еще даже опоздала я вам здесь вставлю как это все выглядело но это было очень круто мне прям понравилось еще в этом салоне хочу заметить моя любимая музыка играет мне кажется любой девчонки понравится музыка которая там играет такая подборка классная такая популярная современная музыка прям есть о чем помечтать пофантазировать подумать в общем я прекрасно провела время теперь я вся во все оружие донька ты уже ложку где-то на дыбу ты где ложку взял где ложку взял и печеньки полный полный рот печенье напихивают ложкой в общем сейчас мы ждем самолетик наш прилетим будем обустраиваться и все впервые ощущение у меня что я ничего не забыла вот но было сложно собираться потому что больше всего я переживаю за еду чем я буду ребенка кормить а вот потому что холодильника там нет вот это вот один момент неудобный и печки нет да поэтому надо все как-то посмотрим в общем я заказала мангу себе там внутри жарный банан сверху орех карамелизированный взяла себе платы все равно она не такой как дома надо и не есть печеньки день буш кашку кашку будешь мальчик в толпе такой маленький самолетик с одной стороны три месяца с другой два вот мы вдвоем сидим в первый раз кстати я взяла отдельное место деньги так он средь на ручках а сейчас у него такой возраст когда уже все отдельное место двое все нас должны встретить уже так что мы готовы чего-то я-то 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 я летим на газаны деловой мы на месте я решила снять а в моем чемодане так как вы очень просите условия сами понимаете у нас палаточные да сейчас я быстро разберу что у нас чемодане потому что там в основном палатка до спальники ой подожди сейчас так поехали пол чемодана у меня занял вот спальник детские купила спальник мой дальше сейчас у нас простынка покрывалка короче памперсы это на ночь на всякий случай чтоб матрас не случайно ой господи что это закрыли так ну этот костюм теплый детский и фонарик все с этой стороны все что здесь здесь еда мой костюм на всякий случай вообще у меня ничего с собой особо нет платье взяла одно вытираться пеленка вот она палатка огромнейшая сейчас буду ее распаковывать вот такая офигенная косметичка такая удобно но здесь у меня это для ребенка все короче все от жопы до головы и от всего что случилось здесь мои футболки которые не мнутся я взяла три штучки здесь трусы носки шлепки ты чё мой телефон роняешь смотри мультики сиди влажные салфетки обязательно расческа вот такая игрушка дэнкина не знала что взять тут детская трусы футболки шорты косметичка это еще сандали пацана горшок наш переносной здесь чем мама еще полотенце положила и эти господи мыльно-рыльно все ну все это все что со мной день день нашелся новое развлечение походу ему домой нужна такая штука а денька везде себе найдет веселье ему ему даже стол столб столб нравится даже со столбом играем вот так ну вот и наша палатка а вот наш палаточный городок большой такой распространяется у ладно идем день пойдем все уже время короче спать и отдыхать я уже больше не можу не можу я больше я устала сегодня с шести утра на ногах сейчас внутрь залезем покажу как там вот наше маленькое жилище мы наконец-таки устроились тут улеглись опа опа ты уже спишь то ли день те нравится в палатке палатки нравится мне нравится я хоть и столба плясать могу так вот короче у нас здесь кровати которую мы на прокат день ну подожди давайте кровать большая который мы на прокат взяли вот ударился что здесь чемодан лежит у меня там вон горшок его обувь наша и все дела у нас тут с двух сторон выход с одной стороны другой как бы я думала что будет сквознячок на самом деле но сквознячка не оденечка не прыгай не прыгай на кроватке это же мы в аренду взяли нам нужно будет отдать в целости и сохранности иначе нам залог не отдадут короче я устала просто наконец-таки я вытянулась и хочу спать и еще я поняла что это не для меня я как бабочка огня короче мне очень тяжело в этих условиях очень тяжело мне находиться в этих условиях потому что реально мы проснулись в 6 утра поехали до аэропорта в аэропорту на самолет с самолета на такси с такси сюда приехали ей приволокла это чемодан тут просто не совсем условия дорога такая каменистая поэтому с чемоданом плохо и я уже была голодная и вот знаете на самом деле больше всего еще это солнце это жара вот что вообще просто убивает ну и естественно здесь как бы у нас организация такая большая до палаточные городовку куча людей друзей питание то есть вкусно можно позавтракали пообедали поужинами то есть не позавтракали обедали поужинами завтрак мы пропустили вот в общем все вкусно все хорошо свежевыжатые соки например душ здесь на улице вот и очень много народу хватит душ здесь на улице очень много народу в душ как бы хочет да я даже до него не дошла честно говоря потому что не хочу в туалеты в очереди вот ну в общем жара на самом деле жара может быть по приколу здесь было но здесь жара и плюс моей любашки нет со мной она в москве короче я поняла что не буду я здесь оставаться мне здесь не прикольно мне как в москву мне как в бассейн мне кайф душ нормальный кровать нормальную мне кайф кондиционер и честно говоря мне очень тяжело в таких условиях пацану то все кайф ему кайф палаточка тут веселушечка блин ему все весело где-то куча вот ну а мама нет что ты там не даешь что это не пролепил там я отвлекаюсь ты мне уже пролепил какую-то так ну чё мои хорошие это день следующий мы проснулись хотела показать вам как наша палатка со стороны выглядела вот пожалуйста два входа в палатку и не успела снять это было нет вот наш палаточный городок огромный то есть мы здесь не одни все безопасно вот сейчас мы с дэнчика идем завтракать да котик что там звонит кто-то давай давай отвечу так ну и внутри вот у нас здесь матрас был постелен и там чемодан лежал у нас смотри какой-то красивый смотри какой-то у меня красивый в новой кепке пойдем кушать пойдем как тащит меня в эту красивую штуку понравилось ему там вот детский сад у нас вот справа кругленький вот здесь у нас лекции проходят под большим шатром но заходи и песочек детки тут давай заходи иди только ко мне вне кидать иди с марком смотри вас три подушки на двоих это по полторы подушки делите как хотите что у него же сил нет скажи с этой дорогой все не сиди идите играть машина скажи тут еще встал все ура право в цивилизации короче в итоге все не хочу жару хочу кондиционер хочу в ванну хочу нормальные условия гулять по торговому центру в такой жаре секси любашкой тут не все все чинно а я как я ляя не накрашенная как будто загоревшая как мне щечки загорели вроде так ничего короче первым делом мы пришли приняли душ ехали в дороге три часа короче устали вот но надо уже нам это отдохнуть немножко куда полез куда полез короче я уже довольна на половину человеком все чувствую представляете я чуть не забыла камеру люба вынесла поэтому будет влог мы сейчас с пацанами с пацанами нашими до ручку собираемся в магазин хочу в один магазин заехать потом может быть во второй сегодня еще должна у люба кстати здоровается да ну чё пацанва готовы 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 ну поехали мы на новой московской площадке тут конечно круче чем у нас такая прям класс нючая садись тут аккуратно тут вот не продумали ну как как тебе давай катись как тебе горка местная нормально мы приехали в торговый комплекс но даже это не по-моему не это не торговый комплекс а развлекательный всякий красиво это так масштабно мне нравится пойдем погуляем по торговому центру сейчас на улице на самом деле жарко хоть и ветерок поэтому мы идем торговый центр погуляем походим какой красивый торговый центр бассейн смотри полежать позагорать во всем вам нравится детки смотрите бассейн можно загорать где-то это вот здесь вы были как какая-то тут вечеринка была до вечеринка слушай какой красивый торговый центр как на улице ты чё мамку бьешь чё мамку бьешь и ты не повторяйте его чё издеваетесь что ой смотри какая ступень красиво надо фоткаться короче все фоткаемся девочки какой красивый торговый центр вегас я здесь ни разу не было но он очень красивый посмотрите да 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 вау алюба алюб вы спускаетесь или наверх пойдем наверх динь через нравится красиво дарочка еще одно пространство ну чисто лас-вегас смотри макдональдс так камеру поставь как вот так вот вот не не да вот подбери вот к этому да вот так любого учит меня делать типа вас вы и сделать это слышь с лос-анджелеса приехали в такое интересное местечко здесь такое все яркое красивое смотрите для деда какая комната детская и динька у нас где а где динька у нас выбегает из ворот вот детская детская ну чё-ничё-ничё-ничё мир ну вот я тебе говорю надо уходить я всем поставила опа все детки плачут все динь тебе нравится тут? нравится? беги-беги сервозки пойдемте иди где а мамочки нельзя туда только детки там играют Там домик какой-то у вас Класс Короче, прикольное мясо Мне нравится Вот мама ручки тебе хорошо помыла Правда, ты уже игрался Может тебе ложечку дать, зая? Вкусные макароны Короче, мы макароны едим Пирожки взяли Сейчас, может, пирожок захочет кушать В общем, кушаем А, вот, я думала, что это карандаши А это, оказывается, инструменты для еды Ножи, белки, ложки Представляете, мы сидим Гуляем, поели уже По магазинам походили Ощущение такое, что время уже часов 7 Думаю, сейчас мы уже покушаем Детки поиграют И мы поедем домой спать Я смотрю на часы, блин, а время 3 часа только дня Офигеть Красиво как, а? Я бы тоже жила недалеко от этого торгового центра Короче, 3 часа дня, я не знаю Ну, сейчас за нами приедут уже Мы поедем домой Ну, я не знаю Пацаны вялые уже такие Поспать им надо Ну, я бы в такое время не ложила спать Потому что проспит Потом, блин, не разбудишь Потом не уложишь Ну, где наши ребята, девчата? Вон они бегут Давай подождем, Данил Как ты себя чувствуешь? Телый Сейчас пойдем Машинка приехала Сейчас на Машинку поедем Ну все, побежали Вот такая красота Бомбический торговый центр Крокус сити холл Вегас Пошли Пойдем Ну что, последний день остался Вот как снимается сторис В блоге В блоге Селены на ютубе Остался последний день Сегодня мы уже уезжаем на поезде Вот, у нас чемодан в багажнике Видно его там, нет? Вон он Да? Чемодан наш Ай, кики мои, зёпочка-малька Вот Сейчас тут ездим пока по делам И уже, в принципе Может быть, заедем еще куда-то в магазинчик, если успеем Сейчас утро раннее Мы встали вообще в 7 утра Встали, собрались И уже, ну, в 9, начало 10 выехали Чемодан с собой взяли Чемодан с собой взяли Чемодан с собой взяли Чтобы не возвращаться Ну и все, пока ездим туда-сюда К вечеру уже на поезд Там покушаем Я малому мультики скачала на целых полчаса А себе ничего не скачала Ну, может, я еще успею в дороге какую-то мелодраму с Ютуба скачать Вот В общем, уже хочу скорее домой и жду Любашку в гости Люба, в гости приедешь? Да, конечно, я буду в Ростове Мы вас ждем с Маркусом Будем ходить на пляж На пляже, по бассейнам Хочу показать все лучшие места Ростова Короче, мне кажется, отличная возможность Именно вот в это время, Лена, приехать Так что мы вас ждем Что, поконим? Да, поехали Поехали Ну, давайте Поконим! Ну что, мои хорошие Мы в одном из моих любимых торговых центров Это Метрополис Мы только зашли Блин, какой он масштабный Все равно это, ну, крупнее, масштабнее, чем у нас в Ростове Хотя у нас тоже есть хороший торговый центр И мега мне нравится у нас Но здесь, блин, три этажа Здесь просто вот европейский Метрополис Первый, который в голову приходит Это торговый центр, который я очень люблю И просто здесь, ну, просто гуляет даже кайф В общем, мы сейчас В общем, время есть, я не знаю У нас часов пять Четыре с половиной Гуляем, надо кофе взять, что у меня голова разболела Кстати, витрамончик выпить Малышка, бегай Так, очки Ну что, я находилась Находилась так, что ноги болят просто трэш Время начала пятого Вызвала такси Чтобы в метро не долгаться Смотрю, что полчаса ехать, в принципе, нормально Лучше на машинке Заодно ножки отдохнуть пока Денька не спала Думаю, сейчас придем Дождемся нашего поезда Перекусим И завалимся спать Вот, и уже проснемся Завтра И уже будем дома И будут новые планы Все такое Короче, я устала Я люблю, когда я устала У меня тогда это нет бешенства Мозга моего Что надо куда-то пойти Что-то сделать Что-то не сделала Настолько устала, что ничего не хочешь Ты устал? Находился? Ты что, спать? Кисть не спи Пожалуйста, не спи, зайка Нет Денька уснул Такая пуза у меня Короче, нас запустили тут В такой зал ожидания Маленький Возле камер хранения Пусть чуть-чуть поспит Может, минут 20 Посидим И пойдем За чемоданом Разбужу его Разбужу его Уже его Конечно, так с мамочкой По магазинам ходить Мама, кого хочешь С ног славит Забыла, короче, взять еды с собой Блин, что нагромко дай На потеши сделаю Не взяла с собой еды Вообще не подумала Даже покушать Перед тем, как в поезд садиться Поэтому мы шли Четыре или пять Пять вагонов Мы шли до вагона ресторана Чтоб я нормально поела И спокойно легла спать Взяла борщик Долго выбирала Ничего пройти Деньки взяла яблоко Яблоко стоит одно 50 рублей Или 100 грамм 50 рублей Что-то я там Не до конца поняла Все, зая Мама кушает И ты кушай Что, нравится в поезде? Яблочко кушает Все уже Давай покажем бабушке, как мы ездим Да бабушка увидела все Бабушка увидела все Бабушка увидела все Он сгорел чуть-чуть Да он сгорел Да, что-то горел Все, на вокзал не пускают теперь, блин, на платформу прям людей, да? Только с паспортом Паспортом, а я не взяла Ну вот Я думаю, права есть и все Они говорят, какие права не годятся День, давай покажем, как мы ехали Иди садись Давай покажем, как мы ехали Ну давай, как мы ехали Лайфхак Слушай, такая жара Давай к машине скорее Опа Вот так, это лайфхак Где там Ты куда едешь? Не туда едешь Я просто демонстрирую Мы приехали Давай вон машина напротив Ну вот мы и дома, наконец-таки Ой Тише сделаем Короче, наконец-таки мы дома Сейчас мама пошла оплачивать парковку Поедем домой, я голодная Денечка, а ты нагулялся? Мамка тебя как накатала, а? Один день там, один там То там спим, то там И палатки И матрасы, кровати Класс? Мам нагуляла тебя? А пошопился ты как с мамой? Короче, я устала Хочу есть, хочу домой Сейчас домой приеду Поем Влог на самом деле Очень тяжело снимать Когда ты не одна Опять же, с ребенком Все время время Внимание, все ему Удавалось мне там схватить Быстрее записать что-то Но не знаю, что за влог получился В общем, буду монтировать И уже пойму Ладно, сейчас доедем до дома Посмотрим, что приготовила мама Она всегда нас встречает С какими-нибудь вкусняшками Посмотрим, что она нам там приготовила Хочется принять душ Скорее заняться Всеми своими делами И такая здесь неимоверная жара Что хочется скорее в бассейн Сегодня воскресенье И день выходной у нас Обязательно надо куда-нибудь потусить Я не могу Я не могу сидеть дома Я даже потусила вот эти вот дни Казалось бы, надо устать Но нет, мне бы сейчас Хотя малой, наверное, ляжет спать А я, возможно, куда-нибудь пойду Ему-то, может, уже пора отдохнуть Перед садиком А я нет Я все хочу куда-нибудь Мне надо делать Я люблю, когда я валюсь с ног Реально Вот вчера мы так погуляли Что пришли в поезд И просто свалились с ног Все, поехали Бабушка пришла Поехали Бабушка пришла Бабушка пришла Ты там что-нибудь приготовила там? Да Ух ты Ну все, едем Ну что, мои хорошие Все, мы наконец-таки дома Отдыхаем Кушаем Дома как хорошо Ножки надо кверху подвесить сейчас А я пришла, кстати У меня подарочек, смотрите От магазина Шопоколик у нас В Москве У нас в Москве Хотела сказать Смотрите, какая футболочка Мечтай и действуй С другой стороны Их новый логотип Вообще Качество хорошее такое Класс Буду гонять Мечтай и действуй Классный этот Слоган Хэштег Спасибо И сертификат Блин, у них было мероприятие У них был целый год Они приглашали меня на мероприятие А я не смогла Я была в поезде в этот момент Но зато мне задарили сертификат Я пойду себе что-нибудь выберу Там интересненькое Ладно, мои хорошие Наверное, я буду заканчивать влог уже Да Мы дома Все хорошо Никто не заболел Денька немножечко обгорел Чуть-чуть Но даже я не успела ему это все дело мазать Ну то есть обгорел так, что его ничего это не беспокоило Просто красные плечики Вот Будем, в общем, готовиться Собираться К новому влогу Все, буду делать дела Вас люблю, целую Спасибо, что были со мной А, еще хотела впечатлениями поделиться По поводу того, как вообще Ну вы, наверное, поняли, да? Как вообще с этой палаткой В итоге, да С палаткой тяжело Маме сейчас делюсь Рассказываю Мама говорит Да я знала, что тебе будет тяжело Я не знаю, что ты пошла На самом деле, да Даже при том, что все условия Ну как бы есть на самом деле, да? Там есть питание Есть туалеты Душ Их много То есть вода Там все дела Все хорошо Один раз только воду рядом с нами отключили Надо было идти подальше Тоже это дискомфорт, да? Но сам факт, что жара Безумная жара И плюс я спала на этом матрасе Который еще мне показалось Чуть-чуть подздулся А мне на мягком вообще запрещено спать Я, конечно, промучилась все это время Но Деньке очень понравилось Детский сад, травка Его вообще не парило Ни солнце, ничего Но ребенок, да? А я, мне, конечно, тяжело И эта жара меня просто убивала Поэтому, скорее всего Я буду ездить в Европу За своим учителем И встречаться с друзьями где-то в Европе Когда будешь жить в гостинице И приезжать просто на мероприятие Вот так я решила Вот Куда мы собираемся в ближайшее время? В ближайшее время собираемся к любимому И еще я думаю, что нам надо куда-то на моря Но я еще не знаю, куда конкретно Либо в Европу на море Либо в Турцию Мама у меня нигде не была И малой нигде не был Поэтому им все равно Лишь бы были условия Ну, а я буду смотреть Где лучше Где поинтереснее У меня свои планы там В общем, будем решать И с вами обязательно поделюсь Оставайтесь со мной Вас люблю, целую Ставьте лайк Подписывайтесь на канал, кто в первый раз Впереди много интересного Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok